добрый день уважаемые коллеги сегодня 16 июня мы находимся с вами в саду alma production абинского района краснодарского края на опытном участке компании сингент и мы продолжаем с вами общение с галина валентиной добрый день галина валентин добрый день глина валентин вот мы с вами обсудили все основные заболевания так и на яблони так и на косточковых культурах но кроме болезни есть еще и опасные вредители какие особенности были лёта первого поколения яблонной плодожорки в этом сезоне в этом сезоне лёд яблонной плодожорки имел отличительные особенности в связи с тем, что как раз таки было холодно и прошло большое количество осадков. Начало лёта было зафиксировано в среднем многолетние сроки. Это начало третьей декады апреля по зонам, отличающиеся на 2-3 дня. И в течение первой недели был достигнут порог, и лёд был достаточно высокий. Но вот опять же погодные условия привели к тому, что численность лёта была очень снижена. И последние две недели мы наблюдаем в большинстве зон слабый лёд плодожорки. То есть это 2-3 или даже 0 бабочек на ловушку. И только в некоторых регионах мы отмечаем, что идёт 13 и даже 30 бабочек на ловушку. И опять же это связано с количеством выпавших осадков. Где-то осадков было мало, и там лёд достаточно высокий, где-то много, и он снижен. И вот, конечно же, такой лёд тоже предопределяет применение определённых препаратов и в определённые сроки. И обязательно нужно учитывать, что лёд второго вредоносного вида плодожорки, двухполосой огнёвки плодожорки, как раз-таки сейчас идёт по нарастающей. Это нарастание мы отмечаем с середины первой декады июня. И отлавливается и на сегодняшнюю дату достаточное большое количество. То есть у нас присутствуют в саду гусеницы этого опасного вредителя. И, соответственно, может быть повреждение плодов. Какие были особенности развития вот именно клещей в первой половине сезона? От рождения красного плодового клеща шло, в общем-то, в те же сроки, как и во многие годы. То есть в течение среднемноголетнего наблюдения мы отмечали это в конце второй декады апреля. И затем, в связи с очень низкими температурами, которые лимитировали этого обредителя, мы до сегодняшней даты практически отмечали только единичные особи этого вида. И только сейчас начался выход красного плодового клеща, выход обыкновенного паутинного клеща. Где-то в очагах он достигает своего порога, но в большинстве садоводческих районов пока еще пороговой численности нет. Кроме клещей, яблонной положорки, есть еще такие вредители, как тли, которые активно развиваются. Какие виды тлей вы сейчас встречали в саду? Основные два у нас вида тли на яблоне. Это зеленая яблонная тля и яблоноподорожниковая тля. И их появление тоже сместилось, потому что было достаточно некомфортно этим видам. А сейчас они активно развиваются. Присутствует больше эта зеленая яблонная тля. Яблоноподорожниковая имеется только в очагах. А на косточковых культурах сливовая опыленная и вишневая тли, они, в общем-то, достаточно вредоносны. И на черешне особенную вредоносность представляет тля. Вот, к сожалению, идет сейчас уборка, и поэтому с этим видом вредителя придется бороться после уже уборки урожая. Мы с вами провели только что учеты нашего варианта компании Сингента, на котором применялся Меравис, Лирум, Проклейнфит и другие продукты. И контрольного варианта без обработки. Расскажите, пожалуйста, как складывается ситуация на варианте Сингента и на контрольном варианте? Ну вот мы начнем с контрольного варианта. На контрольном варианте сейчас у нас поражено 25% листьев паршой. Это достаточно большая цифра для данного времени. У нас повреждения плодов плодожоркой 2%. Также у нас имеется зеленая яблоная тля. Ею заселено 4% побегов. И мы увидели единичные повреждения листьев нижнесторонней минирующей мулью. Мы увидели единичного обыкновенного клеща. В общем-то, присутствует хороший достаточно набор вредителей. А вот как раз-таки на варианте Сингенты мы ни одного из этих объектов не увидели. То есть у нас абсолютно чистые плоды и от парши, и от повреждений плодожорками. У нас нет здесь ни зеленой яблонной тли. Ни мы не наблюдаем пока выхода обыкновенного паутинного клеща. Можно сказать, что система, построенная продуктами компании Сингента, правильно, и она работает. Да, совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин